Котельнический ансамбль песни и танца «Искорка» вернулся из гастрольного тура по Италии. В течение месяца артисты ездили по стране и знакомили итальянцев с русской национальной культурой, музыкой и хореографией. Своими впечатлениями участники ансамбля поделились с Анастасией Войноловичей и Денисом Тружковым. Ансамбль «Искорка» был создан в 1975 году. Главную задачу коллектива сформулировала его основатель Александра Прокошина. Фольклор хорош в развитии. И вот уже 37 лет творческий союз «Искорки» знакомит зрителей с лучшими народными традициями средней полосы России. С 27 июля по 27 августа котельничане были в Италии, где приняли участие сразу в нескольких международных фольклорных фестивалях. Официально мы были приглашены на пять международных фольклорных фестивалей в пять провинций, разных провинций Италии. Но так получилось, что мы приняли участие в десяти разных фестивалях, потому что есть еще какие-то перекрестные соседние фестивали, и директоры фестивалей направляли нас в разные места. Поэтому мы привезли 10 дипломов, привезли 10 приз президента Сивов Италии и привезли Оскара. Оскара «Искорки» вручил президент секции этнофестивалей за сохранение отечественной культуры, за богатство костюма и удачный синтез хореографии, музыки и вокала. В Италию коллектив отправился полным составом. Впервые мы ездили таким большим составом, и впервые по условиям фестиваля мы должны были приехать на своем большом комфортабельном автобусе. Так что мы все это количество дней ездили на автобусе по всей Италии. Мы намотали 5500 километров только по Италии по самой. Пересекли очень много стран. Начали с России, потом проехали Белоруссию, дальше заехали в Польшу, Чехию, Австрию, всю Италию пересекли. Это просто коллектив молодежный, это первый раз. Мы проехали Варшаву, Вену, мы такие видели достопримечательности, что прям дух захватывает. Итальянские каникулы подарили участникам коллектива массу ярких впечатлений. Но больше всего артистам запомнились выступления, как собственные, так и других участников фестиваля. И китайцы, и Венгрия, и Румыния, и Испания, Колумбия, Аргентина. Это в порядке 10 стран разных со всего мира, и плюс еще десяток коллективов местных итальянских. Это было красочно, это было незабываемое, песни, танцы, костюмы и много, очень много зрителя. Но в ближайших планах концерты на родине. А следующим летом Искорка планирует познакомить со своим творчеством французских зрителей. Анастасия Вайналович, Денис Тружков, Вести, Киров.